Ровно два года назад на свой YouTube-канал я записал быстрый курс по React, где буквально за час рассказал про все основные моменты, которые присутствуют в данной библиотеке. Но за эти два года довольно-таки много что изменилось, поэтому я вам представляю обновленный быстрый курс по React, который подойдет как для начинающих, так и для тех, кто пришел, допустим, со смежной технологией и хочет быстро разобраться, как React работает. Потому что в рамках этого видео мы разберем все основные концепции, которые в React есть, на примере приложения, которое мы за это видео и напишем. Также хочу отметить, что React — это библиотека, которая служит для создания пользовательских интерфейсов, и мы сейчас подробнее про это поговорим. Но область применения React, знаете, он такой точечный достаточно, то есть вы прям детально управляете каждым из состоянием, которое присутствует у вас в приложении. И если вам нужна гибкая настройка, если вы хотите прям детально управлять всеми элементами вашего приложения, то и оптимизировать их, то React для этого идеально подойдет. Поэтому вы сейчас в ролике про это как раз-таки узнаете. И также, если вы хотите получить исходный код к данному проекту, то вы сможете его найти в моем Telegram-канале. Ссылка будет в описании, там будет ссылка на GitHub. И также, если вам такой контент полезен и интересен, то поставьте лайк, комментарий. Ну, опять же, вы это все уже и так без меня прекрасно знаете. Поэтому приятного просмотра. Итак, давайте разбираться с тем, что же такое React. И по традиции я начну с главного сайта. Это reactjs.org. И по поддомену ru также присутствует русская документация, русская версия данной страницы. В первую очередь мы видим здесь, что React — это JavaScript библиотека для создания пользовательских интерфейсов. То есть хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки команда Facebook, которая разрабатывает React, она позиционирует данный инструмент как библиотеку, а не как фреймворк. Это означает, что сам по себе React — это просто инструмент для того, чтобы создавать именно пользовательский интерфейс. И если нам нужен остальной функционал для того, чтобы сделать React уже непосредственно фреймворком, то нам нужно будет устанавливать дополнительные пакеты, дополнительные библиотеки, и в совокупности они дадут уже полноценный фреймворк. Но часть из этого мы затронем в этом ролике. Также можно прочитать про то, на чем вообще в принципе основывается React, какие принципы он себе задержит. То есть он декларативный. Это означает, что довольно-таки просто создавать на нем интерфейс, и мы просто говорим точечно, как и что мы хотим делать на основе API самого React, и интерфейс будет создан. В основе React лежит компонентный подход. Это означает, что мы декомпозируем все наше приложение на различные компоненты. Ну, даже, например, если сейчас посмотреть на этот сайт, то мы видим характерный пример компонентов. Скажем, вот эта вот навигация, да, это может быть отдельной сущностью, которая содержит в себе только ссылки, которые ведут на различные страницы. Потом, скажем, вот этот вот компонент, да, который содержит в себе главное описание данной технологии. Вот это может быть компонент, это точно такой же компонент, и это точно такой же компонент, да, потому что у них одинаковая структура, у них есть заголовок, у них есть описание, но просто разный контент. И также на данном сайте я хочу обратить ваше внимание на то, что на момент записи этого ролика актуальная версия React — это 18.2.0, с которой мы будем работать. И я предлагаю с текущего момента сразу же уже перейти к разработке. В качестве текстового редактора я буду использовать WebStorm для этого ролика. И перед тем, как записывать это видео, я думал о том, что, наверное, стоит записать контент на языке JavaScript, чтобы не усложнять. Но потом я подумал о том, что все-таки сейчас уже в основе постоянно разрабатывают на TypeScript, поэтому все-таки этот ролик я решил сделать именно на языке TypeScript. Это будет немного сложнее, но я постараюсь также объяснить, как React работает именно с данным языком программирования, потому что, ну, в принципе, это уже 2022 год, это стандарт, поэтому будет чуть-чуть сложнее, но при этом это очень сильно впоследствии упростит вам работу с данной технологией. Итак, я открываю терминал, и в первую очередь, что нам потребуется сделать, это, безусловно, проверить, а установлено ли у вас Node.js на компьютере. Вы можете написать команду Node-V. Если вдруг по какой-то причине у вас еще ее нет, вы переходите на сайт Node.js и скачиваете Current-версию. То есть просто скачиваете как архив, устанавливаете, и после этого у вас это все будет доступно. Мы также проверяем, что у нас стоит пакетный менеджер NPM, и если здесь все хорошо, тогда мы приступаем уже к генерации приложения. Для этого я пишу команду npx create-react-app. Дальше мы указываем здесь параметр template-typescript. Для того, чтобы... Я сейчас объясню, что здесь будет происходить. Я ставлю точку в конце для того, чтобы мы сгенерировали это все в текущем проекте. Если у вас не было проекта, если вы просто работали из консоли, то вместо точки вы напишите название вашего проекта, и это будет созданная папочка. Что происходит, когда я написал данную команду? Мы обращаемся к такой технологии, к такому инструменту, как create-react-app. Это позволяет сгенерировать нам проект, который будет полностью поддерживать React и все необходимые нам фишки. То есть, например, нам не нужно будет настраивать никак сборщик, нам не нужно будет никак настраивать тестовый environment, нам не нужно будет работать, настраивать TypeScript и так далее. Все будет уже в коробке. Мы просто будем пользоваться теми возможностями, которые есть в библиотеке. Да, и написав эту команду, получается, что с помощью mpx мы устанавливаем временно вот этот пакет, который потом берет, скачивает все необходимые файлы и папки для работы непосредственно React. Дальше он их скачал, распаковывает их локально на компьютере. После этого он настраивает все окружение, и вуаля, мы получаем вот примерно такую картину. То есть, это абсолютно базовый проект, который, по сути, характерен для каждого сейчас фронт-энд-приложения. Что я имею в виду под базовым? Смотрите, есть верхний уровень, где присутствуют такие как бы основные файлы. То есть, например, есть package.json, который содержит в себе все необходимые зависимости для нашего проекта. Нас здесь интересует, что есть пакет React, React DOM, ну и TypeScript непосредственно. И также нас интересует, что есть базовые скрипты, которые позволяют нам работать с данным проектом. То есть, мы будем пользоваться стартом, и для того, чтобы собрать build, то есть, запустить production-версию, мы будем также работать с ним. Если мы хотим протестировать наш проект, мы будем писать здесь тест. Также присутствует ts-config, это файл, который настраивает TypeScript. В принципе, нам здесь ничего менять не нужно. Мы в этом ролике будем концентрироваться именно на React. В папочке public присутствуют самые основные статические файлы. То есть, например, есть robots.txt. Это файл для поисковых роботов типа Google или Яндекс. Есть логотипы, есть фабиконка. Это маленький значок, который открывается во вкладке браузера. И также мы можем посмотреть на файл index.html. Что у нас тут есть интересного? Мы видим, что базовый тайтл для приложения — это React App. И на самом деле нас интересует то, что в баде присутствует div с id root и больше ничего. То есть, именно в данный div будет вставляться все наше приложение. То есть, все остальное, что будет в нашем приложении, мы будем генерировать с помощью JavaScript. Окей. И давайте посмотрим папочку source по умолчанию. Значит, я предлагаю сразу же взять и немного почистить данный проект. Давайте для этого удалим app.css, app.test, logo и данный файл. Мы их просто пока удалим. И теперь давайте смотреть на базовую структуру. То есть, все начинается с файла index.tsx. И следует отметить, что весь исходный код проекта лежит именно в папочке src, сокращенно от source. То есть, именно в этих файлах мы и разрабатываем. Итак, самый главный файл в нашем приложении — это index.tsx. Сразу же хочу подчеркнуть, почему где-то написано tsx и просто ts. Когда встречается вот такой вот синтаксис, условно говоря, HTML прямо в TypeScript, то это JSX. Мы сейчас подробно его разберем. Для того, чтобы корректно его компилировать, мы прописываем расширение файла tsx. Вот, то есть, говорим, что здесь будет присутствовать вот такой вот синтаксис. Значит, и здесь мы сразу же видим, что у нас есть некоторые ошибки. Мы можем почистить код для того, чтобы этих ошибок не было. И вот как запускается весь проект. Здесь в первую очередь мы импортируем такую библиотеку, как ReactDOM. Из ReactDOM.slash.client. И у него мы вызываем один метод, который называется createRoot, который, в общем-то, и возвращает нам некоторый root. Сюда мы передаем DOM элемент, который мы получаем по ID root. И именно этот элемент находится у нас в файле index.html. То есть мы забираем этот div и говорим, что вот именно сюда нам необходимо генерировать все наше приложение. Ну, здесь мы просто с помощью TypeScript прописываем конкретный тип. Дальше у нас есть root, который отвечает именно за, который был получен от библиотеки ReactDOM. И у него мы вызываем метод render. И здесь мы видим такую довольно-таки странную конструкцию, где вначале мы прописываем React strictMod. Мы можем его удалить. Я сразу же поясню, что данный компонент, как мы впоследствии узнаем, он нужен там для разработки. И это будет нам немного сейчас усложнять работу дополнительным функционалом. Поэтому мы пока просто здесь оставим app. То есть мы говорим, что в root, в тот самый div, мы хотим зарендерить такой компонент app. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Я в него перейду. И вот как раз-таки он находится здесь, в папочке source. И здесь у нас также есть лишние импорты, которые не позволят нам пока запустить проект. Поэтому давайте я вообще все это удалю. И пока мы напишем следующим образом что-нибудь очень простое. Например, hello.react. Опять же, обратите внимание, что если вы впервые сталкиваетесь с синтаксисом JSX, то здесь нет никаких кавычек. Это не строчка. Мы прям конкретно прописываем HTML теги прямо внутри JavaScript. И вот наш базовый компонент. Значит, здесь мы в первую очередь импортируем сам React. Дальше мы просто создаем обычную JavaScript функцию, где возвращаем некоторый шаблон. На текущем этапе давайте попробуем запустить этот проект. Значит, я просто прописываю в консоли npm start. И у нас открывается по умолчанию localhost 3000. Значит, и здесь мы видим единственный контент пока на странице. Это hello.react, который мы как раз-таки и прописали в нашем компоненте apt.sx. Если мы здесь что-то исправим, допустим, поставим высказательные знаки, я нажму сохранить, то, как видите, оно моментально обновляется. Вот, то есть, таким образом мы как бы и создали наше приложение, и уже внутри этого компонента мы можем работать. Теперь я хочу немного пояснить, а что же все-таки это за синтаксис, потому что это довольно странно, да, опять же, если вы с этим не сталкивались. В действительности React пропагандирует подход, что все должно быть JavaScript. И на самом деле это всего лишь синтаксис, который описывает то, как работают внутренние функции React. И давайте я покажу на примере. Значит, я пока могу это закомментировать, и попробуем продублировать пока функционал данного приложения. Теперь вместо того, чтобы возвращать вот этот вот h1, мы обратимся к самой библиотеке React, и у него есть специальный метод, который называется createElement. Сюда мы передаем некоторое количество параметров. Предположим, что если мы хотим создать также заголовок h1, то здесь я пишу в строковом формате h1. Дальше сюда я могу передавать какие-то опции. Сейчас мы с этим разберемся. И также сюда я могу передать третьим параметрам так называемый параметр children, да, то есть тот контент, который будет находиться внутри этого h1. Ну, например, hello from, пусть будет JS. Теперь если я сохраню, то мы видим, что мы также получаем заголовок h1, но теперь мы уже явно видим, да, что мы создавали его с помощью вот такой вот интересной функции. Мы можем с этим немного поиграться для того, чтобы разобраться. И я отдельно импортирую данную функцию и скажу, что я хочу ее положить в функцию e, для того, чтобы каждый раз не прописывать этот длинный react, createElement и так далее. И мы можем посмотреть, как примерно может выглядеть наше приложение, если мы не будем пользоваться вот таким синтаксисом GSX. Значит, давайте здесь вернем em. Первый элемент, который у нас будет, это будет div. Дальше. Вторым параметром мы сюда можем передавать параметры непосредственно для данного тега. Ну, скажем, я сюда могу передать className. ClassName — это, кстати, обычный CSS-атрибут class, но учитывая, что в JavaScript также присутствует ключевое слово class, то для того, чтобы передавать именно вот эти вот классы для стилистики, здесь используется параметр className. Чуть позже мы с этим разберемся. Допустим, пусть будет это контейнер. И дальше в качестве детей сюда я хочу передавать не какой-то текст, а я хочу передать сюда другие элементы. Для этого здесь я указываю массив и также снова вызываю функцию e. То есть с помощью нее снова создаю какой-то элемент. Здесь будет, предположим, h1. Здесь будет className. Покажем, какой-нибудь font-boat, например. И как контент здесь будет, скажем, test.gsx. Передаю следующий элемент массива. Пусть это будет какая-нибудь у нас кнопочка. Button. Сюда я передам тоже некоторые параметры, например, className. Давайте попозже его передадим. И, значит, здесь в качестве контента у меня будет, например, написано click.me. Теперь, если я сохраню, давайте посмотрим, что у нас получилось. И в действительности мы видим примерно тот же самый шаблон, который и хотели получить. То есть у нас есть вот idroot, куда генерится все наше приложение. У нас есть классContainer, который содержит в себе весь контент. И у него есть два ребенка. h1 и кнопочка, по которой мы как бы можем кликать, но пока ничего не происходит. То есть вот на самом деле, что из себя представляет синтаксис gsx. Но, как вы понимаете, каждый раз вот так вот прописывать все это не очень удобно. И поэтому как раз-таки сделали удобный такой синтаксис для того, чтобы заменять эти функции. Давайте немного доработаем с данным функционалом. В качестве CSS для этого ролика я буду использовать tilewind. И, кстати, давайте сразу же так вот пропишем tilewind react. Посмотрим, как его установить нам на проект. Здесь нам, по сути, потребуется просто копировать команды. Значит, с помощью этой библиотеки мы сможем сильно много не уделять внимания стилизации. И при этом у нас будет довольно-таки симпатичный проект. Я заодно покажу, как всем этим пользоваться. То есть я просто пока копирую команды. Дальше я копирую данный код. Его нам необходимо занести в tilewind config. Так, и нам нужно будет сделать еще, скопировать вот эти строчки и их занести в файл index.css. То есть я просто удаляю весь контент и добавляю сюда данные строчки. Снова пишу npm start. И видите теперь, что у нас абсолютно другая стилистика. Также мы теперь видим одну ошибку в консоли, где написано, что это warning. Каждый ребенок в списке должен иметь уникальный свойство key. Чуть позже я на примере объясню, зачем это нужно и как это работает. Но суть в том, что сейчас у нас есть в массиве как бы два равноценных элемента. Это h1 и кнопка. И сюда мы должны, чтобы убрать этот warning, также передать ключ. Неважно, какое у него будет значение. Главное, чтобы они отличались. Если я теперь сохраню, обновлю страницу, то, как видите, теперь ошибка у нас ушла. И также мы можем, пока еще мы не ушли от этого синтаксиса, попробовать добавить какую-то динамику сразу же на страницу и посмотреть, как это будет работать. Давайте добавим, значит, стилистику небольшую для кнопки. Вот она у нас появилась. И теперь, если я хочу, скажем, обрабатывать клик по этой кнопке, то я могу сюда также передать свойства onclick именно вот в эти пропсы. Да, мы можем их разнести, чтобы было чуть понятнее. То есть, как видите, сейчас мы, в принципе, работаем в рамках именно JavaScript. И что мы хотим делать при клике? Ну, допустим, я просто вызову консоль лог, скажем, clicked. Как видите, теперь я кликаю, и консоль лог у нас вызывается. Но React как раз-таки характерен тем, что он позволяет нам создавать такие, ну, реактивные динамические интерфейсы. То есть, он в зависимости от состояния, которое у вас есть в приложении, может точечно отрисовывать какие-то элементы. И сейчас я хочу продемонстрировать, как это тоже работает. Для этого забежим немного вперед. И здесь я буду использовать такую вещь, как useState. Обратите внимание, что у меня автоматически это импортируется. Также из React. Здесь у нас присутствует такой вот синтаксис. Чуть позже я на нем подробнее остановлюсь. Но пока, если в двух словах, то мы создаем здесь некоторое локальное состояние. В данном случае это счетчик. И с помощью вот такого синтаксиса, как бы, useState нам возвращает массив. На самом деле это называется кортеж, да, когда есть заранее известные параметры. И мы сразу же берем с помощью такого синтаксиса и говорим, что нулевой элемент этого массива мы хотим занести в константу count. Первый элемент массива по индексу 1 мы хотим занести в константу setCount. И это функция, позволяющая изменять вот это состояние. То есть теперь, скажем, при клике на кнопку я хочу брать и изменять наше состояние на count плюс 1. Видите, сейчас у нас есть ошибка, потому что потенциально этот объект, как там говорит TypeScript, может быть undefined. Так как в useState по умолчанию нам нужно передать некоторое начальное значение 0. Да, и теперь он точно будет понимать, что тут будет постоянно число. Теперь, если мы посмотрим, то сейчас я кликаю и ничего не происходит, потому что действительно мы count никак не отображаем в шаблоне. И предположим, мы можем занести его прямо в, скажем, наш сголовок h1. Я поменял кавычки на такие обратные для того, чтобы иметь возможность пользоваться шаблонизацией. И сюда я вывожу count. Теперь смотрите. Когда я нажимаю клик на кнопку, видите, что у нас изменяется непосредственно сам шаблон. Но при этом прелесть заключается в том, что если мы обратим внимание на то, как ведет себя шаблон в элементах, то когда я кликаю, обратите внимание именно на h1. У нас изменяется конкретно h1. То есть контейнер, кнопка, они никак не изменяются, потому что и состояние тоже их не затрагивает. В этом как раз-таки заключается прелесть React, потому что он точечно видит, какой элемент в зависимости от состояния изменился, и именно его и меняет. Таким образом, повышая производительность вашего приложения. И это максимально круто, несмотря на то, что компонент на самом деле представляет из себя весь этот код. Я думаю, что на этом этапе мы довольно-таки подробно остановились на том, как страшно выглядит на самом деле код на React, если не использовать GSX. И теперь уже, начиная с этого момента, мы можем перейти к обычной разработке, с использованием классического синтаксиса. Давайте это я куда-нибудь, скажем, скопирую и сохраню в какой-нибудь файл. GSX.sample.tsx. Вот сюда я схожу все это тело, для того, чтобы у вас потом был референс. И мы теперь можем все это удалить и уже пойти с обычным синтаксисом для React. Пусть у нас будет здесь уже div. Создадим какой-нибудь базовый шаблон. И теперь мы можем все эти элементы отсюда тоже убрать. Давайте зададим немножечко стилистики. Значит, я добавлю сюда классы MXAuto, скажем, max.width.2.xl и padding.top.5. Буквально два слова про tilewind. Как видите, сейчас я вообще не пишу никакой CSS, я просто использую название классов. И это такой очень точечный CSS, потому что каждый отдельный стиль мы, грубо говоря, задаем новым классам. И на самом деле это довольно-таки удобно, потому что в конечном итоге мы вообще не пишем CSS. У нас довольно-таки получается классная стилистика, и выучить название этих классов довольно просто. Окей, давайте просто я покажу, значит, где у нас находится контент. Он находится у нас по центру. Это замечательно, поэтому мы можем продолжать. И сразу же давайте поговорим про концепцию компонентов. Что это вообще такое? Как я и говорил, мы путем этого компонентного подхода можем наше приложение дробить на такие как бы маленькие подприложения. И таким образом очень точечно и удобно управлять разными его элементами. И давайте посмотрим, как это работает. Обычно в папочке source создают папку components. И, разумеется, есть огромное количество подходов, как правильно делать архитектуру вашего приложения. То есть то, как структурируете вы непосредственно здесь код. В данном видео мы будем идти по максимально простому и интуитивно понятному подходу. И здесь я создам в папочке компонентов первый компонент, который назову product.tsx. Это обычный .tsx файл, где на самом деле нам необходимо экспортировать функцию, которую я назову product. И в идеале она должна нам вернуть какой-то .gsx. Ну, предположим, это будет просто .div, где будет написано product. Сразу же хочу обратить ваше внимание на следующее. В принципе, вот этого кода будет более чем достаточно для того, чтобы компонент работал. Мы можем даже это проверить. То есть, смотрите, мы можем импортировать его из папочки components, product. Функция у нас называется product. И теперь мы берем это название и превращаем его в html-tag product. Теперь, если мы посмотрим, то мы видим, что действительно он у нас отображается и никаких проблем нет. При этом в более ранних версиях React, если бы вы оставили код в таком виде, то у вас была бы ошибка, потому что вы используете .gsx внутри этого файла, но вы не импортируете React. То есть, раньше вы всегда встретили такой код. Но с приходом 18-й версии это уже не нужно делать, импортировать React для того, чтобы работал JSX. Но при этом иногда некоторые рекомендуют, в общем, оставлять этот импорт для того, чтобы потенциально каких-нибудь ошибок не было, там, в случае, если это будет какой-нибудь более старый проект и так далее. То есть, если вы оставите этот импорт, в принципе, это не ошибка, но учтите, что если вы работаете прям железнобетоном на новом формате React с новой версией, то, в принципе, вам этот импорт также не нужен. В этом видео я, скорее всего, буду использовать импорт, потому что, покажу, у меня есть специальный сниппет. Я пишу React. И дальше вот он генерирует мне весь шаблон. Оставлю этот продукт. Так, и мы возвращаемся в App. Компонент. То есть, если еще раз пройти по Flow, мы создали обычную функцию, которая возвращает JSX, и дальше мы превращаем ее в компонент. В чем заключается прелесть? В том, что этот компонент мы можем использовать сколько угодно раз, и, соответственно, он будет у нас также отображаться в шаблоне. То есть, если мы посмотрим на исходный код, мы видим, что он просто берет и заменяется на тот код, который присутствует в компоненте. Мы можем даже его немного усложнить, например, написав стилистику. Для данного дела мы добавляем className. То есть, это просто обычный CSS-класс. Пусть у него будет border, py2, px4. Это паддинги по вертикали, паддинги по горизонтали. Horizontali, допустим, rounded, display flex, flex call, item center. И пусть будет margin bottom 2. То есть, пока такая стилистика. Это чисто CSS. Если мы посмотрим, то мы видим, что вот мы получили такой результат. При этом, да, для каждого теперь diva присутствуют эти вот классы. То есть, весь этот шаблон, он полностью идет с данным компонентом. Но на текущий момент довольно-таки скучно, когда тут присутствует только вот такой статический текст. И вообще, в принципе, статика. То есть, смысл пока у компонентов не очень понятен. Поэтому я предлагаю воспользоваться таким сервисом, как fakestoreapi.com. Мы чуть позже будем работать здесь с асинхронными запросами. Но отсюда мы будем брать данные для этого видео. Значит, нас интересует данный URL. Потому что по нему мы можем получить данные по продукту. Я просто могу это скопировать, то, что нам здесь выдает. И давайте пока временно в папочке source я создам, допустим, директорию, которую назову data. Здесь будет файл products.typescript. И здесь я буду экспортировать константу products. Это будет массив продуктов, куда я просто беру и вставляю то, что скопировал с браузера. То есть, у нас есть массив, где есть нулевой элемент, описывающий данный продукт. Теперь в app.ts давайте мы уберем все ненужные продукты. В первую очередь я импортирую products из нашего созданного файла. И дальше я хочу, как параметр, в один конкретный компонент продукта передать нулевой элемент данного массива. И здесь, на самом деле, синтаксис довольно-таки простой, потому что мы передаем как обычные атрибуты в HTML. То есть я хочу придумать название для этого параметра. Скажем, product. Это было бы логично. И вместо того, чтобы здесь описывать что-то в кавычках, я использую фигурные скобочки, куда передаю products по нулевому индексу. Но пока мы видим ошибку здесь, потому что продукт, он не знает, что он получает такой параметр. То есть нам нужно конкретно его прописать. Поэтому переходим в данный файл. И здесь, как параметры, мы принимаем некоторые props. Давайте я пропишу здесь пока что тип any для того, чтобы он не ругался. Хотя сейчас мы это исправим. То есть props — это объект, который содержит в себе все параметры, которые мы передаем в продукт. То есть это может быть продукт, это может быть, например, какой-нибудь title равно test, например. Кстати, если мы хотим, чтобы этот параметр передалось как строчка, мы можем использовать двойные кавычки. Но если мы хотим передавать именно JavaScript, то тогда мы уже используем фигурные скобочки. Если мы хотим, опять же, здесь передать строчку, то мы уже используем здесь обычный синтаксис JavaScript. То есть вот такой нюанс есть. Мы можем посмотреть теперь на эти props. Так, у нас есть какая-то ошибка. Мы сейчас к ней вернемся. Сейчас я хочу посмотреть, да, вот на конце log. Мы видим, что это объект, у которого есть продукт, да, который содержит все необходимые данные. И есть title, который мы передавали. То есть если мы захотим передать здесь еще что-нибудь, например, скажем, какой-нибудь count. То есть будет 42, да, то мы также получаем здесь еще и параметр count. Но теперь, как вы понимаете, так как мы работаем внутри TypeScript, то описывать все это как параметр any и так далее не очень хорошо, потому что, в принципе, теряется весь смысл. Поэтому давайте я создам в корне file models.ts, где я буду описывать типы тех данных, которые у нас есть в проекте. Здесь я буду экспортировать интерфейс, который назову iProduct. И если вы не работали с TypeScript, то интерфейс, по сути, он ни во что не конвертируется с точки зрения JavaScript, но он описывает типы объектов. Если мы сейчас посмотрим на то, что у нас из себя представляет один продукт, то мы можем написать, что у него есть поле id, который является типом number, у него есть title, который является строкой, у него есть price, который является number, у него есть description, типа string. То есть мы не описываем какой-то конкретный объект, мы описываем именно то, какие у него есть поля и какого они типа. image, string и rating, это объект, у которого есть rate типа number и count типа number. Все, мы описали все необходимые поля. Теперь смотрите, когда мы создаем массив продуктов, мы явно говорим, что у него тип iProduct, но массив, потому что он как раз-таки содержит в себе именно массив данных. И, естественно, мы импортируем данный тип из соответствующего файла. И теперь, перейдя в product.tsx, мы можем отдельно, это уже специфика непосредственно React, прописать интерфейс, который будет описывать параметры для этого компонента. Обычно его называют product props. И здесь мы ожидаем всего лишь один параметр, это продукт типа iProduct, который, естественно, мы тоже импортируем. И теперь смотрите, мы знаем, что props, да, у нас будет теперь типа product props. И в чем теперь смысл вообще всего этого был? Если мы обратимся к props, мы теперь точно знаем, что у него есть параметр product, и у него есть вот такие параметры. Допустим, если rating, то мы также знаем, что у него есть count. То есть видите, за счет того, что мы прописали этот интерфейс, нам теперь намного более удобно взаимодействовать с кодом. Да, и теперь мы точно знаем, что, скажем, теперь мы можем, если хотим вывести, да, какие-то данные, относящиеся к продукту, то здесь можем написать props, product, title. Если сохраним. Так, сейчас мы с этой ошибкой должны разобраться. Так, на самом деле я просто взял и перезапустил сейчас проект, потому что очень странная была ошибка, ее не должно быть. Как это сделать? Я нажимаю ctrl-c для того, чтобы восстановить сборку. Дальше пишу снова просто npm start. И все. И вот он запускается опять на localhost. Итак, мы видим, что действительно у нас теперь выводится один товар с соответствующим заголовком, который мы хотели получить здесь. Ну и, в принципе, теперь мы передали этот props. И более того, опять же, с счет того, что мы прописали интерфейс, и теперь мы видим, что мы ожидаем именно параметр такого типа, да, продукт, такого названия, куда мы передаем, там, скажем, products по нулевому индексу. Я предлагаю для практики добавить еще один продукт, допустим, второй. Просто копирую, опять же, из браузера. Давайте добавим его в массив. И, собственно говоря, теперь я хочу вывести также и его данные. То есть я просто беру, копирую его в API. Говорю, что мне теперь нужен первый элемент. И вуаля. Теперь у меня показывается следующий продукт. Теперь мы можем добавить небольшую стилистику для того, чтобы все это красиво выглядело. Для этого я перейду в конкретный продукт. И, значит, здесь я хочу вывести его картинку в теге image. У него должен быть source, который мы указываем в props, product. Я думаю, что, кстати, здесь вы обратили внимание на то, что каждый раз прописывать этот props не очень удобно. Поэтому мы можем с помощью синдекса JavaScript забрать конкретное поле из объекта. В данном случае это продукт. И каждый раз не прописывать этот props. Итак, сюда мы передаем product image. Дальше передам сюда class name. У него будет width 1,6. То есть, ну, не очень большой. И также добавим сюда alt, который будет равняться, например, product title. После этого в параграфе p я выведу product title. Я думаю, вы уже цените, да, насколько удобно с TypeScript работать, потому что он... Я даже, по сути, не пишу код, я просто нажимаю enter в нужных местах. И, скажем, теперь в спане, у которого будет класс name, например, font boat, я выведу product price. Пусть это тоже будет параграф p. Так, давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, и уже мы получаем, ну, что-то похожее на настоящий сайт, да. То есть, у нас пока есть на текущий момент два продукта. Помимо этого, у каждого продукта есть свое описание, да. То есть, мы также можем его посмотреть. Это product description. Но когда мы его добавляем сразу же вот так вот на главную страницу, выглядит это довольно-таки громоздко. И поэтому здесь я предлагаю сделать следующий функционал. Ну, для каждого продукта добавить кнопочку, которая позволит либо показывать, либо скрывать описание. Ну, и там, например, какую-нибудь другую информацию. Поэтому я беру, комментирую. Я здесь нажимаю command slash, на Windows это control slash. И можете обратить внимание, как выглядят комментарии, кстати, в JSX. Да, то есть мы оборачиваем все это в фигурные скобочки. И дальше просто пишем обычные комментарии, которые есть, ну, синтаксис комментариев внутри JavaScript. Значит, здесь я пока добавлю кнопку. Допустим, назову ее show details. У него будет какой-нибудь классный, скажем, py2, px4, border. И пусть будет bg yellow. Прекрасно понимаю, что это будет не самая великолепная стилистика на свете. Но в данном видео мы постараемся сконцентрироваться именно на функционале React. Вот, то есть у нас появляется такая кнопочка. И теперь я хочу, чтобы при клике на нее мы показывали описание. Для этого нам потребуется уже локальный state. И мы, значит, начнем его описывать. Он вызывает с помощью функции useState. Мы его отдельно импортируем из React. Мы можем либо так написать, либо React useState. Это, в принципе, одно и то же. Но зачастую вы встретите именно вот такую запись. Главное не забывайте его импортировать. И по умолчанию, то есть это будет состояние для видимости детализации. По умолчанию мы не будем видеть. Дальше. Мы создаем здесь кортеж. И первым параметром мы получаем непосредственно само состояние. Там, допустим, details. И вторым элементом данного кортежа мы получаем здесь функцию. Обычно принято называть ее с префиксом set. То есть мы берем название этого стейта и говорим здесь, что мы хотим получить функцию, которая позволит изменять это состояние. Set details. И теперь при клике на данную кнопку мы хотим поместить состояние details в true. Для этого мы добавляем в рабочих событиях onClick. И здесь у нас есть, ну, по сути, два варианта. Первый вариант — это прописать в inline какую-то функцию стрелочную таким вот образом. Это, в принципе, возможно, когда мы описываем какой-то функционал функции в одну строчку. То есть мы вызываем set details, и сюда я передаю значение true. Теперь давайте обработаем, значит, данный кейс. Предположим, я создам здесь div. И вот это уже было зря. В этом div я буду выводить product description. Давайте посмотрим. Значит, вот я нажимаю show details, и наверняка что-то меняется. Но теперь мы видим, что у нас всегда абсолютно показывается это описание. То есть теперь наша задача сводится к тому, чтобы понять, как работают условные операторы в JSX. И в действительности ровно так же, как и в JavaScript. Потому что мы хотим показывать данный div только в том случае, если наше состояние details находится в значении true. И самый простой способ это сделать — обернуть данный div в фигурную скобочку одинарную и дальше просто спросить, есть ли details, и с помощью вот такого оператора и, то тогда мы показываем наш шаблон. Если это будет значение в false, то тогда этот оператор не выдаст данный шаблон. Ну и, в принципе, вот так выглядит if базовый в JSX. Да, теперь мы видим, что если я нажимаю на show details, нам показывается описание. Теперь хочется как-то убрать это описание, поэтому, опять же, давайте подумаем, как вообще это реализовать. Потому что вот эта кнопочка у нас уже занята, откровенно говоря. Да, и тут нужно будет как-то переписывать. Мы можем пойти как бы прямым подходом и добавить просто другую кнопочку, которая будет называться hide details. Давайте у нее будет, скажем, какой-нибудь синий бэкграунд, и при клике на нее мы будем в side details передавать false. Теперь, если мы посмотрим, у нас есть две кнопочки. Если я нажимаю hide details, контент убирается. Если я нажимаю show, показывается. В принципе, так можно реализовывать, но это не то, чтобы самый лучший подход с таким дублированием. Поэтому, естественно, мы также можем еще скрывать там, допустим, кнопку. Если показывается, стоит именно в... Основываясь на details, вот можете попрактиковаться с этим. Но здесь я покажу другой функционал, когда вот в эти функции, которые позволяют изменять точечное состояние нашего приложения, мы можем передавать не просто данные, мы можем передавать callback, то есть стрелочную функцию также, которая на самом деле принимает в себя предыдущее состояние. И мы можем отталкиваться от предыдущего состояния, как-то изменить текущее состояние. В данном случае мы можем просто взять и изменить его на противоположное. Теперь, если мы посмотрим, то, как видите, у нас получился такой функционал тогла, что довольно-таки удобно. Но, опять же, было бы довольно-таки неплохо изменять как-то кнопочку. Поэтому здесь мы можем, опять же, вывести динамический текст. Если details находится в значении true, здесь я использую тернарный оператор, то тогда это означает, что мы можем скрыть детализацию, height details. И, опять же, обратите внимание, что здесь я пишу текст именно как JavaScript, то есть строчки. А иначе мы будем показывать текст show details. Так, проверяем. Да, уже немного лучше стало. И, опять же, теперь возникает вопрос, как нам изменить класс, да, допустим, если мы действительно хотим сделать его в какой-то момент синим. Потому что сейчас, ну, вот у нас как бы все здесь статически прописано и не очень понятно. Значит, вот здесь вот, да. На самом деле все очень просто. Так как React, опять же, пропагандирует подход, именно все является JavaScript. Поэтому мы создаем название класса, например, который будет меняться. Скажем, button class name. И дальше опять мы спрашиваем у details, если он находится в значении true, тогда пускай он будет bg yellow 400, а иначе bg blue 400, да, например. И после этого мы создаем массив классов, скажем, button classes. Здесь можно написать button bg класс name. В массиве мы указываем все классы, которые являются общими, которые являются статическими, по сути, для этой кнопочки. И дальше сюда мы просто берем и добавляем button class name. Опять же, здесь каждый элемент, допустим, можно разделить запятой, но нам в целом не важно, потому что в итоге мы хотим просто получить строчку, где каждый класс будет разделен пробелом. Поэтому и так, и так возможно. И дальше что мы делаем? Вместо вот этого класс name сюда мы передаем уже динамику и указываем button classes. Но пока мы получаем ошибку, так как мы видим, да, что TypeScript ругается, что массив, он не может быть применен к строчке. Поэтому здесь я вызываю метод join и соединяю все это через пробел. И теперь получается вот такой функционал, когда действительно динамически меняется класс и меняется название и так далее. И также я хочу обратить внимание на то, что для каждого, то есть стейта этих компонентов, они между собой никак не связаны. То есть они работают локально в рамках именно конкретно данного компонента. И также еще в рамках этой темы хочу показать, как прописываются инлайн-стилы в React. Предположим, также в детейлах я хочу, скажем так же, в параграфе P указать рейтинг этого товара. То есть здесь я пишу rate. Дальше в спане мы будем выводить product rating rate. Так, давайте посмотрим. Ну вот он показывается здесь. И я, например, хочу сделать его boat, да, то есть выделить. Но при этом с использованием инлайн-стилей. Для этого сюда я передаю параметр style. Он у нас является объектом. И дальше такой вот специальный синтексис, потому что здесь я также хочу указать объект. То есть получается как бы две фигурные скобочки. И после этого тоже в camel case я описываю те стили, которые мне нужны только уже внутри объекта. Примерно вот таким образом. А теперь мы видим, что действительно рейтинг у нас выделяется. И если подрезюмировать, то инлайн-стиле они описываются именно в рамках объекта. Теперь давайте разберемся со следующей темой, перейдя в app.tsx. Мы видим, что безусловно мы сейчас смогли реализовать два продукта, передав конкретно нужные данные. Но представьте, что если эти продукты будут там, например, тысячи, то каждый раз прописывать для отдельного компонента это не очень удобно. Поэтому, разумеется, нам нужна какая-то итерация. И как работают циклы в рамках React. Все достаточно просто. То есть это я могу пока закомментировать как reference. Мы обращаемся к продуктам. И дальше мы должны преобразовать данный массив, по сути, в JSX. То есть для преобразования у нас присутствует метод map. На каждой итерации здесь я получаю какой-то продукт. И дальше для каждого продукта я просто говорю, что мне необходимо его преобразовать в какой-либо компонент. Здесь мы видим, что он требует у нас параметр. Сюда мы передаем конкретный продукт. В принципе, и все. То есть если мы сейчас посмотрим, у нас функционал не изменился, но при этом есть одна небольшая ошибка, которую мы, кстати, уже видели, где написано про то, что каждый ребенок в списке должен иметь уникальный параметр key. И действительно, когда у нас идет какая-то итерация, то нам также нужно добавлять key. Это нужно для того, чтобы React мог более высоко и эффективно рендерить шаблон, и он понимал, где какие уникальные компоненты находятся. В ключ лучше всего передавать какие-то действительно уникальные параметры, например, product ID. То есть мы точно знаем, что он уникальный. При этом иногда вы можете встретить, что сюда передают индекс, и в целом с индексом также это будет работать, так как индекс для каждого элемента является уникальным, но лучше так не реализовать. То есть это плохая практика. Поэтому если у вас есть какие-то уникальные данные, то лучше используйте их, product ID. И сейчас давайте посмотрим. Действительно, мы получаем работающее приложение без каких-либо ворнингов. То есть теперь мы это можем отсюда убрать. Теперь давайте поговорим, как мы можем поработать с загрузкой данных с сервера. Потому что статически данные – это, конечно, хорошо, но всегда вам нужно будет работать именно с сервером, оттуда получать данные. Поэтому для начала давайте я покажу, как мы можем определить вообще момент, когда наш компонент в принципе готов к тому, чтобы делать асинхронный запрос. Для этого мы добавляем такую функцию, которую тоже импортирую из React. Она называется useEffect. И как первый параметр сюда мы передаем callback. А вторым параметром мы передаем массив, зависимости от которых данный callback зависит. Если мы сюда передаем пустой массив, то давайте посмотрим, сколько раз вообще вызовется данный эффект. Если я обращу внимание на консоль, то я вижу, что здесь один раз у меня отображается эффект. То есть если сейчас спустить глубокую теорию по тому, как работают хуки, кстати, у меня на канале есть подробнейший курс про все хуки в React, то когда мы передаем сюда пустой массив, это означает, что вот этот callback вызовется только один раз, когда React-компонент уже готов к работе. И хорошей практикой считается делать запрос примерно вот в этот момент. Поэтому давайте это и реализуем. Для того, чтобы нам немножечко упростить задачу, давайте я установлю дополнительный пакет. npm install access, с помощью которого я буду делать асинхронные запросы. И URL, по которому мы будем делать запрос, он находится как раз-таки в данном сервисе. Вот он, который мы можем скопировать просто на продукты. Дальше запустим проект. npm start. Так, называется эффект. Теперь смотрите. Для того, чтобы делать запрос, я создам отдельную асинхронную функцию, которую я назову, например, fetchProducts. и здесь я обращаюсь к аксиасу. Нам необходимо его импортировать, где я выполню метод get и сюда передам URL. Дальше мы подождем, пока все это завершится. И удобство аксиаса заключается в том, что сюда мы можем передать тип, как дженерик, то есть в треугольных скобочках данных, которые мы ожидаем в ответ. Например, мы ожидаем здесь iProduct массив. И здесь я все это складываю в response. Давайте посмотрим на то, что у нас такое response. Опять же, пока мы создали эту функцию, но мы никак ее не вызывали, поэтому дальше я в этом useEffect беру и просто ее вызываю. И вот, что мы получаем в ответе. Значит, это у нас объект, где присутствуют различные данные именно от аксиас, и в поле data присутствует как раз-таки набор всех этих элементов, продуктов, которые мы получили с сервера, что нам, в принципе, и нужно было. Единственное, что 20 элементов нам здесь не нужно, поэтому я добавлю один параметр, который называется limit, и передам, например, сюда пятерку, для того, чтобы мы получили здесь 5 элементов. И теперь мы, видите, получаем здесь array 5, для того, чтобы просто не загружать интерфейс. Окей, данные мы получили довольно-таки просто, и теперь нам нужно как-то их вывести в шаблон, то есть, по сути, вот заменить этот product. Для этого нам потребуется локальный state. Мы уже, в принципе, знаем, как с этим работать. Это useState. Значит, здесь мы описываем кортеж. Products и setProducts. Как видите, у нас сейчас есть коллизия по имени, то есть, этот импорт нам уже больше не нужен. Мы будем работать именно со state. И по умолчанию это будет пустой массив. То есть, когда мы стартанули приложение, данных у нас еще нет. И мы знаем, что вообще-то тип у этого useState это iproduct.massive. Дальше все очень просто. Как только у нас загрузились данные, мы должны вызвать метод setProducts и сюда передать массив продуктов. То есть, это response data. Видите, TypeScript нам не выдает ошибки. Это означает, что мы сделали все хорошо. И теперь, если мы посмотрим, я обновлю страницу, то, как видите, у нас уже загружаются эти данные с сервера. То есть, теперь у нас пять этих элементов. И React все сделал за нас автоматически. То есть, мы просто изменили это состояние. И за счет этого он взял и перерисовал наш шаблон. Но, опять же, пока там предположим, что данные грузились бы намного дольше. Вот, например, как сейчас. И у нас получается чистый интерфейс. И вообще абсолютно непонятно, что вообще происходит, где данные, там сломалось приложение или нет. То есть, хочется как-то показывать пользователю, что все хорошо, не переживай, мы сейчас работаем с сервером. Поэтому здесь мы будем уже использовать знакомые нам конструкции. Значит, я создам отдельный state. useState для индикации загрузки. По умолчанию, там он будет находиться в значении false. Это будет loading и setLoading. Как только мы начинаем делать загрузку данных, мы говорим, что мы хотим setLoading поместить в значение true. А как только мы закончили загрузку данных, мы хотим, чтобы мы убрали loading. То есть, это просто тоже обычное состояние в нашем проекте. Теперь мы, допустим, loader будет, скажем, такой вот элемент, текст, center, где будет написано loading. Мы будем показывать его только в том случае, если наше состояние loading находится в значении true. Да, и теперь смотрите. Я обновляю страницу. И теперь мы явно видим, что окей. Кажется, теперь у нас происходит загрузка. Так, я интересно поймаю, какой-нибудь момент, где будет долгая загрузка. Знаете, как можно это сделать? Можно перейти во вкладку network. И здесь, скажем, поставить эмуляцию того, что это у нас будет slow 3G. Я обновляю страницу. И вот у нас идет loading конкретно. И потом уже подкружаются остальные данные. Вот, но давайте я уберу. Пусть у нас работает как нормальное приложение. То есть, эту часть мы реализовали. Но также есть вероятность того, что у нас будет какая-нибудь ошибка в процессе выполнения запроса. Поэтому давайте также реализуем икей с ошибкой. Error. Set. Error. И по умолчанию это будет пустая строчка. Дальше. Нам все это необходимо обернуть в блок tryCatch. TryCatch. В случае, если произошла ошибка, то мы также делаем изменение состояния loading на false. То есть, видите, мы точечно управляем этим состоянием. И здесь нам нужно поработать с этой ошибкой. То есть, по умолчанию она типа unknown. Дальше я создаю сам объект ошибки. Я говорю, что конкретно меня интересует вот это E, как AxiosError. И дальше, учитывая, что сама ошибка у нас это строка, то мы изменяем состояние ошибки на Error Message. И теперь также мы можем в случае, если у нас есть ошибка, то тогда мы ее можем вывести. Кстати, а если мы заново начали делать загрузку данных, то тогда мы можем очистить эту ошибку и сюда перестать передать пустую строчку. Так, то есть, если у нас есть ошибка, то тогда мы просто возьмем ее здесь и выведем. Error. И можно там покрасить ее в какой-нибудь красный цвет. Так, посмотрим. Вот загрузка у нас идет. Да, и все хорошо. Мы можем допустить какую-нибудь ошибку. Скажем, неправильный URL, да, прописать. И, как видите, мы здесь получаем действительно красивую ошибку. Если я обновлю страницу, то вот что показывает нам наше приложение. Выглядит довольно-таки неплохо, но теперь мы ошибку можем убрать. То есть, вот примерно как выглядит работа с загрузкой данных с сервера в React. Если, опять же, пройтись быстро еще раз, то, по сути, нам только важен момент, когда мы сделаем загрузку. Это с помощью useEffect. Ну и дальше мы просто работаем в рамках JavaScript, точно управляя конкретным состоянием. Но вот на текущем этапе я хочу обратить ваше внимание на то, что вообще-то наше приложение выглядит не очень красиво, так как очень много какого-то кода, который относится именно к общему компоненту. И вообще было бы неплохо улучшить данную систему. Поэтому на самом деле мы можем с использованием hook-off вынести весь функционал, который относится именно к работе с логикой куда-нибудь, и в компоненте работать уже непосредственно только с данными. Поэтому я создам в корне еще одну папку, назову ее hooks, и здесь я создам новый файл product.ts. Здесь я создам кастомный hook, то есть свой собственный, и у него такая конвенция, как бы мы называем его с префиксом use. products. Да, только должна быть функция. Можно ее, конечно же, как стрелочную описывать, но в принципе и так тоже пойдет. Мне вообще больше нравится писать именно ключевое слово function. И дальше мы берем вот этот вот весь код, который мы написали. По сути, я могу просто взять его, вырезать отсюда. Да, сейчас будут ошибки. И вставить сюда, вот в этот hook. То есть, видите, у нас здесь нет какого-то работы с шаблоном, у нас здесь просто работа с логикой. Я сюда все это перенес. И дальше только мне здесь нужно вернуть какие-то данные, которые по-настоящему потребуются мне для работы. А конкретно это стоит. products. Это конкретно ошибка. И индикатор loading. Все. Теперь смотрите, что вообще нам это дало. В app мы можем убрать все лишние импорты. Даже на самом деле этот импорт можем убрать. И здесь вместо вот прошлого кода я просто пишу use products. И дальше забираю необходимые поля. Конкретно это loading, products и error. Там уже немного поправить стилистику. И теперь давайте посмотрим, работает ли все это. Так, отдавлю страницу. Да, видите, никаких ошибок здесь нет. И функционал остается тем же самым. То есть, по сути, у нас ничего не изменилось, кроме того, что код стал намного чище, потому что теперь слой работы с данными, слой работы с логикой, он у нас вынесен в отдельный TypeScript файл. И мы здесь именно им управляем. В компоненте мы работаем уже непосредственно с состояниями и с шаблоном, что довольно-таки круто. И также на этом этапе я хочу еще немножечко улучшить данный код, потому что вообще было бы неплохо, например, вот этот loading и отображение ошибки вынести как отдельные компоненты. Давайте это и реализуем. Я создам в папочке components новый компонент. Loader.tsx React будет называться Loader. Сюда я переношу просто этот код. И здесь у нас будет компонент Loader. И то же самое можно сделать для ошибки. Там, скажем, я назову его ErrorMessage.tsx. Значит, и уберу и выношу сюда все. ErrorMessage. Здесь у нас возникает небольшая проблема, потому что мы должны передать как параметр сюда Error. Поэтому давайте пропишем здесь интерфейс с параметрами ErrorMessage.Trobs. Где у нас будет один параметр Error. И дальше мы описываем его тип Error. Теперь сюда мы должны передать этот параметр Error равно Error. Вот таким вот образом. Да, и теперь мы можем уже, опять же, вместо того, чтобы описывать каждый раз какой-то шаблон, мы используем компоненты. В случае, если нам нужно будет его изменить, мы сделаем это в соответствующем месте, что будет более правильно. Следующую тему, которую я хочу разобрать, это работа с кастомными компонентами, работа с формой и создание каких-то элементов на сервере. И для этого примера я хочу показать, как мы можем создать, например, модальное окно. То есть мы в этой теме как раз-таки все и разберем. Я создаю новый компонент Model.tsx. И здесь давайте создадим базовую стилистику. Значит, когда я открываю модальное окно, в первую очередь я хочу, чтобы появлялся такое затемнение экрана. Это называется Backdrop. Но мы можем просто его одним элементом div описать. Давайте вот так вот сделаем. Кстати, мы можем делать самозакрывающиеся div, потому что все-таки это не HTML, это именно JSX. И давайте посмотрим, как мы можем сделать Backdrop. У него, допустим, будет PositionFixed, BG, Black. И если я хочу сделать, скажем, прозрачность 50, то здесь я пишу Slash 50. Дальше Top 0, Right 0, Left 0 и Bottom 0. Теперь в нашем app давайте я просто в какое-нибудь место выведу эту модалку, просто добавив этот компонент. Так, посмотрим. И видите, что у нас появляется такое затемнение. Теперь над этим затемнением хочется видеть само модальное окно. И здесь смотрите, если я сейчас попробую описать здесь другой какой-нибудь div, то у нас будет ошибка, потому что всегда должен возвращаться какой-то корневой элемент в JSX. То есть раньше это просто мог быть еще какой-нибудь div, и в принципе все работает. Но объективно нам для данного компонента не нужен дополнительный div, то есть он просто как бы будет нужен только для JSX. Поэтому есть такая вещь в React, которая называется фрагмент. Это такой специальный как бы тег, который пустой, как видите. Он просто служит для JSX, что мы как бы объединяем какие-то элементы, но сам не создает никакой тег, тем самым облегчая верстку и просто группируя внутренние элементы. Здесь давайте тоже создадим какой-нибудь классный. Скажем, у него будет ширина 500 пикселей, padding пусть будет, например, 5, почему бы и нет, rounded, bg, white. Дальше пусть он будет у нас позиционироваться абсолютно. Top пусть будет 10 единиц, left 1, 2. Дальше нам нужно здесь поставить translate x 1, 2 только с минусом, для того, чтобы спозиционировать данное окно по центру. И пока здесь можно там в заголовке h1 написать, моду, например, посмотреть, как это выглядит. Ну, в целом для меня это выглядит неплохо. То есть у нас пока это просто как бы компонент и магия стилистики, да, то, что он здесь присутствует. Дальше здесь я хочу создать внутри этого модального окна какую-нибудь форму. И здесь возникает такой момент, что если я прямо сейчас здесь буду создавать формы, прописывать там импуты и так далее, то компонент модального окна не будет универсальным. То есть это будет конкретно компонент, отвечающий только за форму. А при этом, если мы захотим там в другое модальное окно, скажем, у нас на проекте, то тогда нам заново придется прописывать опять же вот эти все стили там. Ну, то есть это очень неудобно, не универсально. Поэтому я хочу данный компонент оставить именно универсальным, который отвечает только за модалку. И дальше как контент сюда передавать уже другой компонент. Поэтому давайте так и поступим. Если я создам новый файл, значит, назову его create-product.tsx. Это будет вообще отдельная форма. create-product. И давайте это будет у нас корневой тег форм. Дальше у нас будет импут. В данном видео я сильно упрощу создание этой формы, чтобы показать именно вам саму суть. Но вы все равно должны это понять. Дальше для импута я задам базовую стилистику. Скажем, там, border, px2, px4, mb2. Можем задать какой-нибудь placeholder. Скажем, enter product title. Ну, в принципе, все пока что. Ладно, давайте еще кнопочку добавим. px2, px4, это padding, border, ebg. Пусть будет, не знаю, yellow, например. Create. Здесь также добавим type submit для кнопочки. То есть, теперь у нас есть отдельный компонент для формы, отдельный компонент для модального окна. И как нам теперь, значит, передать вот этот компонент create-product в модалку? Смотрите, все довольно-таки просто. То есть, теперь из самозакрывающегося тега модальное окно я делаю, ну, как закрывающим тегом. И внутрь, просто как внутренний контент, я передаю любой компонент, который мне захочется. То есть, примерно так это выглядит. Единственное, что сейчас TypeScript дает нам ошибку, про то, что мы как бы принимаем параметр, но мы не описали его тип. Поэтому давайте опишем его тип. Model props. И помните, я вначале рассказывал, что как параметры мы здесь принимаем именно объект props. Так вот, у него есть зарезервированное поле, которое называется children. И в него попадает как раз-таки все, что мы передаем как внутренний контент. Поэтому мы его отдельно можем прописать здесь. Children. Это у нас будет react, react-not. Теперь. Здесь мы принимаем какой-то объект, делаем его деструктуризацию. И говорим, что у него тип. Это model props. Соответственно, здесь мы принимаем этот вот children. И дальше мы просто можем взять его здесь и вывести. И теперь смотрите, что у нас получилось. А получилось у нас то, что присутствует модальное окно и внутри находится непосредственно сама форма. Выглядит довольно-таки круто. Давайте немного подправим стилистику. То есть я хочу, чтобы весь input был полной ширины. Да, вот так вот. И в теории мы можем даже убрать этот outline. Outline 0. Да, мне так больше нравится. Кстати, маленький off-top. Там, допустим, если я хочу немножечко оживить видимость кнопки, я пишу hover и text white, например. И теперь смотрите. Ну, это не самая лучшая стилистика, но я думаю, смысл вы поймете и оставлю в таком виде. Окей, то есть мы передали в универсальный компонент модалки уже другой компонент. Это довольно круто. И также давайте еще немного поработаем с самим модальным окном, потому что здесь постоянно сейчас написано model. Это не очень здорово. То есть я хочу этот title передавать так же, как параметр. Например, здесь я, допустим, его стилизую как текст 2.lg. Пусть будет там, например, текст center и mb2. И здесь я буду выводить именно title. Title — это еще один props, который будет служить именно для модального окна. Поэтому мы этим напишем, что это у нас тип string. Здесь мы его получаем. Теперь в апе, где мы инициализируем модальное окно, мы передаем сюда title, например, create new product. Вот. И теперь у нас получается уже довольно-таки красивое название, которое мы сами кастомизируем. То есть у нас получается теперь модальное окно, абсолютно универсальное, и это здорово. Чуть позже мы поработаем с видимостью этого окна. На текущий момент давайте поработаем с формой. То есть он постоянно пока у нас будет виден. Что касается формы, то смотрите. Значит, сейчас, если я нажимаю create, то у нас обновляется страница и появляется вот этот query-параметр. То есть это не очень хорошо, но это базовое поведение формы, и это абсолютно нормально для React, когда мы... Ну, точнее, вообще, в принципе, для JavaScript. Поэтому если мы хотим, чтобы форма не перезагружалась сразу же, как только мы делаем, мы должны ее отменить поведение по умолчанию. Для этого мы можем добавить другое событие, не onclick, а на форме мы слушаем onSubmit, и сюда мы передадим функцию submitHandler, например. Это у нас там, скажем, будет стрелочная функция, которая в себя принимает event. И у event мы делаем event prevent default. Но видите, у нас сейчас есть ошибка, да? Давайте поэтому пропишем специальный тип. Типы хранятся в React, форм event, ну и, в принципе, все. То есть теперь у нас также присутствует автокомплит, и, значит, если мы нажимаем pre-create, как видите, у нас не перезагружается страница. Это первый хороший знак. Теперь как работать с импутами. Ну, нам потребуется какое-то локальное состояние. Здесь useState. По умолчанию это будет пустая строчка. И я назову stateValue и setValue. Теперь, значит, для того, чтобы соединить импут и это состояние, я сюда припишу value равно value. И сейчас, если я начну что-то вписывать, как видите, у нас импут не меняется. То есть это довольно странно, потому что я что-то здесь хочу написать, но ничего не происходит. Потому что нам даже React сам подсказывает, что мы предоставили атрибут value, параметр value, но мы не обрабатываем никак onChange. И смысл заключается в том, что так как теперь этот импут конкретно связан с нашим состоянием, а мы его не меняем, то поэтому мы не можем изменить интерфейс. Вот такая здесь логика, и это логично на самом деле. Поэтому для того, чтобы у нас все работало, мы также добавляем сюда onChange. Я сейчас специально припишу отдельно функцию, хотя ее можно написать в онлайне, вот так вот, например, что мы получаем event, и дальше мы изменяем setValue на event targetValue. Я припишу отдельно сейчас эту функцию специально для того, чтобы показать там, как работать с типами, так как, скорее всего, вы с этим столкнетесь. ChangeHandler это будет у меня. event. Это у нас callback функция, и у нее будет тип, react, значит, keyboard event, и также мы можем приписать еще и специальный тип, от какого конкретного элемента у нас идет это событие. То есть это у нас html input element. Если вам кажется, что это выглядит довольно сложно, и это сложно запомнить, то на самом деле все намного проще, чем вам кажется, потому что, вот, например, название элемента очень легко запомнить. Они всегда начинаются с html, и дальше я смотрю, окей, это input, значит, пишу input, и после этого уже среда разработки подсказывает. Что касается типов в React, то, ну, тут парочку нужно будет запомнить, но это тоже логично, что если был совершен клик, то это mouse event. Если это мы печатаем что-то, то это keyboard event. Если это форма, то это form event. Вот, то есть вся, в принципе, логика. И здесь мы делаем setValue, event, target, value. Как видите, благодаря этой типизации мы прям четко точно знаем, что у нас тут происходит. Обновляю страницу, чтобы не было ошибок, и теперь видите, что у нас все это прописывается. Замечательно. Теперь, в принципе, нам нужно создать, отправить запрос на сервер и создать этот элемент и дальше положить его в наш массив. Значит, ну, все это будет происходить в submit handler. И, опять же, мы можем посмотреть в сервисе, как создавать новый продукт. Вот add new product. Мы видим, что вот по такому адресу. Да, и мы отправляем post-запрос с какими-то данными. Значит, давайте эти данные я скопирую. И так как у нас все равно это быстрый курс, product data, то вообще в идеале в эту форму нужно было бы добавить там и title, price, description, чтобы мы прописывали имидж и так далее. Вот, но мы будем в этой форме работать только с title. Для остальных полей принц будет точно такой же, как я вам сейчас и показываю. Вот, поэтому мы будем менять только здесь title. Здесь мы можем конкретно тип прописать. Это у нас будет iProduct. и на текущий момент у нас возникает ошибка, потому что нужно добавить еще рейтинг. Упс. Рейтинг. У него есть... Не всегда этот сниппет, значит, полезный, потому что, когда быстро пишу, иногда бывают вот такие штуки. count, там, пусть будет 10. Все равно возникает ошибка, потому что, видите, нет ID. Но ID у нас пока и не может быть, так как мы еще не создали этот элемент, поэтому мы можем временно сделать его необязательно. Да, и сейчас наш product data... Ну, это как бы моковые данные, которые нам позволят работать с отправкой запросов на сервак. Дальше нам нужен, значит, вот этот адрес, поэтому я его здесь копирую. Ну и просто обращаюсь к Axios. Говорю, что мне нужно выполнить пост запрос. В ответ я ожидаю здесь iProduct вот с таким вот адресом. И сюда я передаю product data. Это у нас будет асинхронная функция. Здесь мы ждем, пока она выполнится. Но перед тем, как, значит, мы сюда занесем product data. Нам нужно изменить здесь поле title, которое будет совпадать с value. Но здесь может быть такой нюанс. Кстати, давайте сейчас допишем. Response, да, что мы здесь получили. Нюанс может быть в том, что value-то может быть пустым. То есть нам нужно сделать какую-то валидацию еще здесь для того, чтобы наубедиться, что мы действительно направляем корректные данные, а не пустую строчку, например, или набор пробелов. Поэтому покажу, как можно, опять же, делать базовую валидацию. Я добавлю новое состояние. Error и setError. И здесь я спрошу. Если в value мы можем его затримить, то есть удалить все пробелы справа и слева, если length равняется нулю, то это означает, что мы вообще ничего не вписали, либо это просто набор пробелов. Поэтому мы можем сказать, что тогда у нас будет ошибка please enter valid title и сделать return для того, чтобы дальше элемент не создавался. И тут в случае, если у нас была ошибка, то, кстати, мы уже можем воспользоваться нашим компонентом ErrorMessage, куда мы передадим Error. И мы будем показывать этот ErrorMessage только в том случае, если Error у нас, в принципе, есть. Теперь смотрите. Я, допустим, прописываю кучу пробелов, нажимаю create, и видите, мы получаем здесь ошибку, которая нам конкретно говорит о том, что, ну, вообще-то было бы неплохо что-то здесь писать. И, кстати, каждый раз, когда мы заходим в submit handler, в первую очередь, мы можем чистить ошибку для того, чтобы... ну, в случае, если мы ввели нормальные данные. Окей. Давайте попробуем что-нибудь писать. Например, test1.1.1. Нажимаю create. И давайте смотреть. Значит, в нетворке... Так, здесь давайте show overview уберу. Мы видим, что у нас отправился пост-запрос на продукты. Вот то, что мы отправили. Пилот. Видите, у него есть test1.1.1. И в превью нам прилетел вот такой вот... такие данные. Без рейтинга, кстати. Ну, ладно, это, видимо, специфика работы данного бэкэнда. Вот, то есть это означает, что продукт был успешно создан. Видите, у него даже агишник появился. Это абсолютно замечательно. И теперь, что мы хотим делать с точки зрения фронтэнда и реакта с этими данными? Мы хотим, в первую очередь, закрыть модальное окно. Ну, и отобразить этот элемент в списке. Давайте поработаем, значит, с закрытием данного окна. И здесь получается, что вот в компоненте app у нас это модальное окно есть. То есть теперь нам нужен какой-то state, который будет показывать, что вообще-то... точнее, отвечает за видимость модального окна. Давайте так и сделаем. Я создам здесь useState, model, setModel. По умолчанию, пусть будет пока находиться в true. То есть, ну, предположим, что мы когда заходим в приложение, значит, модалка будет видна. И мы будем показывать модальное окно, если stateModel находится в true. Пока ничего не должно измениться. Дальше. Значит, как только мы создали какой-то продукт, мы хотим, чтобы модальное окно закрывалось. То есть, мы хотим узнать, в какой момент, вот в этом компоненте, был создан продукт. И это тоже передается через параметры. Значит, давайте я здесь создам интерфейс createProductProps. У него будет один параметр, onCreate. Я сам, кстати, его придумываю. Это будет функция, которая ничего не возвращает. Но она будет... Ну, пока давайте без параметров. Прописываем тип. То есть, мы сюда передаем метод onCreate. Мы как параметры также можем передавать и функции. И вот смотрите, в случае, если у нас все успешно было создано, тогда мы просто вызываем этот onCreate. Теперь, что вообще нам это дало? То, что в app, да, теперь мы сюда должны передать onCreate. Мы можем сказать, что как только продукт был создан, мы можем изменить видимость модального окна, на false. Давайте посмотрим. Нажимаю create. Видите, модалка исчезает. То есть, эту часть мы успешно отработали, и это здорово. Но мы не получили данные, которые прилетели нам с сервера, и мы не можем, соответственно, добавить это в список. Поэтому значит, логично, что эти данные в текущей реализации находятся у нас в компоненте create.product, мы можем передать эти данные прямо в onCreate. То есть, в onCreate мы будем получать параметр product типа iproduct. сюда мы передаем response.data, да, то есть, мы точно знаем. И теперь, значит, здесь, в up, давайте теперь вместо inline функции напишем метод отдельный create.handler. мы знаем, что он принимает в себя продукт типа iproduct. Здесь мы делаем setModel на false, да, то есть, дублируем функционал. И дальше нам нужно сделать следующее, то есть, нам нужно изменить вот это вот состояние продуктов для того, чтобы React увидел изменения и трендерил их в шаблоне. Но напрямую нам не нужно менять этот массив, то есть, это неправильно будет. Поэтому давайте в хокке useProducts мы создадим, то есть, нам нужно использовать метод setProducts. Да, мы можем, значит, как сделать? Можем создать здесь отдельную функцию addProduct. Он будет принимать с себя продукт типа iproduct. И все, что он будет делать, он будет апеллировать к функции setProducts, к предыдущему его состоянию, то есть, в данном случае prep, это предыдущее состояние, вот эти вот именно массив продуктов. Мы хотим в него добавить новый элемент. То есть, мы берем, возвращаем здесь новый массив, разворачиваем предыдущее состояние и в конец добавляем наш продукт. И после этого addProduct мы просто берем как бы и возвращаем из этой функции. теперь в app мы можем получить этот метод и дальше просто его вызвать addProduct с продуктом. Значит, на всякий случай обновлю страницу. Допустим, здесь я напишу SlimShady вот так вот. Нажимаю добавить и вот наш SlimShady есть. У нас, конечно, какие-то ошибки посыпались сейчас. Видите, тут написано о том, что он не может прочитать rate of undefined. Мы можем зайти в продукт и просто спросить, что как бы если рейтинг у нас есть, вот так вот поставить, то тогда все будет ок. Значит, обновлю страницу. Теперь давайте еще раз SlimShady нажимаю Enter. Вот он SlimShady, нажимаю Show Details, видите, все. Ну, дальше можно подправить, конечно, UI, для того, чтобы там рейт был не пустой. Вот, но и смысл, я думаю, понятен. То есть, продукт у нас теперь есть и это здорово. Последнее, что я хочу здесь сделать в рамках, значит, этого функционала, то, что, ну, по умолчанию у нас модальное окно видно, и я хочу кликать вот на этот черный экран, и чтобы оно тоже исчезало. Поэтому, как нам это реализовать? В само модальное окно мы тоже можем передать параметр, допустим, он будет называться onClose. Это будет callback, ничего не возвращающий. И дальше это у нас свойство, то есть при клике вот на этот backdrop мы просто будем вызывать метод onClose. Так как состояние видимости модального окна мы выправляем из других компонентов. и теперь здесь мы говорим, что при вызове метода onClose мы хотим просто брать и делать setModel на false. Теперь, смотрите, если я нажимаю сюда, то модалка исчезает. Да, и теперь мы можем соответственно по умолчанию делать это состояние в значении false. Теперь, правда, мы никак не можем модальное окно посмотреть. Давайте мы какую-нибудь кнопочку здесь сделаем для того, чтобы показывать его. Там, допустим, button, у него будет плюс, добавляем какие-нибудь классы, position absolute, bottom пусть будет 5, right пусть будет тоже 5, full, round full, bg, скажем, там будет red, text white и text 2lg. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, почти, да, немного расплющу кнопочку, то есть можем добавить еще паддинги по x, скажем, там, шестерку, например. Шестерки много, давайте четверку добавим. И там, например, тоже по y, тоже по y, будет 2, например. Ну, как будто бы даже красивая кнопочка, вот, и при клике на нее мы будем просто делать изменение стейта на set model true. Вот примерно такая идея здесь. Я нажимаю, вот появляется модалка, могу закрывать, могу создавать новый продукт и так далее. Кстати, здесь нужен не абсолют, а fixed. чтобы он постоянно висел вот так вот в низу. Окей. Значит, нам осталось разобрать не так уж и много тем, которые я хотел сделать в этом видео. Еще я хочу с вами поговорить про контекст, потому что сейчас мы вот этим состоянием модального окна управляем только в компоненте app. Это не очень удобно, потому что это не универсально получается. Поэтому в React есть такая вещь, как контекст, то есть мы отдельно тоже создаем какую-то логику и дальше мы в любом компоненте можем получить доступ до этого состояния. То есть, в принципе, для использования модального окна это более чем подойдет. Приведу пример, на коде, я думаю, будет более понятно. Я создам папочку context и здесь я создам файл, допустим, model context .tsx, потому что здесь мы будем использовать именно gsx синтаксис. Есть такой метод в React, он называется create context, мы импортируем его из React, значит, и сразу же давайте пропишем для него интерфейс model context imodel context будет. Предположим, то есть, что нам нужно вообще в принципе для модального окна. Нам нужен сам model типа boolean, отвечающий виден он или не виден, метод open и метод close. Дальше мы говорим, что этот контекст у нас будет дженериком imodel context. Сюда мы должны передать базовые данные model false open будет просто пустая функция ровно как и close. То есть, это базовые данные. Здесь мы создаем и экспортируем model context именно с большой буквы. И дальше здесь я создам еще и буду экспортировать такую константу как model state. Это будет тоже стрелочная функция. Будет она возвращать gsx. И вот теперь давайте поговорим, что из себя представляет контекст. У него есть на самом деле два основных поля. Это провайдер и консюмер. С помощью провайдера мы как бы говорим о том, что, какие данные мы хотим предоставить для внутренних компонентов. Как это выглядит? То есть, здесь на верхнем уровне я пишу model context точка провайдер. И дальше сюда мы передаем children. То есть, мы здесь работаем сейчас как в рамках обычного react. Здесь мы принимаем эти children. У него будет тип children react react node. и получается теперь, что все, что находится внутри вот этого model context провайдер получит доступ до тех данных, которые есть в model state. То есть, здесь у нас есть state для модального окна. Model set model и два метода есть. Это open, который позволяет открыть модальное окно. он довольно просто работает. И метод close, который переводит его в значение false. И теперь нам только нужно как-то предоставить вот те данные, которые здесь есть для внутренних компонентов этого контекста. Делается это с помощью параметра value. Сюда мы передаем объект и перечисляем все, что нам нужно здесь. Open и close. close. Примерно таким образом мы написали довольно-таки много кода, но пока он еще никак не работает, но вот зачем он нужен. Потому что, смотрите, теперь все наше приложение, скажем, давайте вообще в индексе это сделаем, мы можем обернуть в так называемый model state. И теперь все, что находится внутри этого state получает доступ автоматически до той логики, которая у нас есть в контексте. Вот здесь вот. Ну, в данном случае у нас очень простой пример. Как теперь это использовать? Теперь смотрите, нам не нужны вот эти use state и так далее. Мы говорим, что мы хотим получить контекст, model контекст, и дальше мы забираем только те данные, которые нам нужны. То есть это model open close. Все, use state нам здесь больше вообще не нужен. И теперь получается, что теперь вместо вот этого set model мы просто говорим close. Назвать можно было немного иначе, там, например, назвать close model и так далее. Мы, кстати, можем их переименовать с помощью синтаксиса, написав так вот close model. Да, но я пока просто ставлю здесь close и open. Соответственно, здесь у нас тоже идет close, а здесь у нас идет open. Все, и как бы, опять же, логика там, как работает это модальное окно, нас не интересует, потому что мы используем контекст. И, кстати, теперь этот контекст мы можем использовать там в других компонентах внутренних, это будет работать. Можем проверить. Действительно все так и есть. И последняя тема, которую мы немножечко затронем, это то, как работает роутинг в React. Для этого нам потребуется установить отдельный пакет npm install react router DOM. Значит, проверяем, что он у нас поставился. React. роутер DOM, действительно. И на самом деле тут все работает крайне просто. То есть первая наша задача в index.tsx взять все наше приложение и обернуть в такой элемент, как браузер роутер. Его мы импортируем из react роутер DOM. Все, то есть это был первый шаг. Больше мы к этому не возвращаемся. Теперь нам нужно зарегистрировать по сути некоторые роуты для нашей страницы. И для этого давайте создадим папку pages, где у нас будет две страницы для этого приложения. Например, products page.tsx и также я создам здесь допустим about page.tsx Здесь будет очень какое-нибудь простое наполнение. varm50 например. И что касается product page, то сюда мы вынесем весь функционал, который относился непосредственно, находился до этого в app. То есть я возьму просто это все отсюда и вырежу. и занесу сюда. То есть все импорты ну естественно нужно перенести корректно в app. Естественно теперь опять же все это не нужно. И теперь здесь мы будем возвращать уже по сути структуру нашего приложения. Значит для того, чтобы роутинг работал, здесь нам потребуется два компонента из react router.dom это первый компонент route, а второй routes. Мы берем все, оборачиваем в компонент routes, то есть во множественном числе. И дальше с помощью компонента route мы описываем конкретную страницу. У него есть два обязательных параметра. Это path. По слэшу открывается главная страница. И второй параметр это element, где мы указываем в JSX какую страницу мы хотим зарендерить. То есть по слэшу мы здесь показываем product page, а допустим по адресу about мы показываем здесь about page. Вот так вот просто. Теперь нажимаем pmstart. Видите, пока у нас все работает. Если я перейду здесь на about, то мы получаем здесь страничку about. Теперь хочется сделать еще динамическую навигацию. Для этого в папочке components я создам новый компонент navigation.tsx Это у меня будет компонент nav, ну точнее tag. Давайте создадим ему какую-нибудь базовую стилистику. Например, высота у него будет 50 пикселей, display.txt.x 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 justify.txt.x padding.x5 bg.grey.500 text.x white. txt.x ссылки Так вот для того, чтобы ссылки динамически работали, мы будем использовать компонент link, который мы импортируем из react-router-dom. Первая ссылка будет вести на продукты, а вторая ссылка будет вести на страницу about. И теперь этот navigation нам, естественно, нужно добавить для проекта. Здесь давайте также воспользуемся фрагментом для того, чтобы не создавать дополнительные теги. И здесь я добавляю navigation. Посмотрим. Ну, почти хорошо выглядит верстка. Давайте чуть-чуть ее доправим. Значит, нужно добавить здесь items center для того, чтобы выровнять их по вертикали. И здесь я добавлю тоже class name margin-right 2. Окей. Теперь это выглядит лучше. И сейчас мы находимся на продуктах. Если я нажимаю на about, то, как видите, мы получаем классический одностраничный сайт, где, соответственно, мы можем делать вот такую навигацию. Мы довольно-таки много, на самом деле, написали кода за этот урок. И если вам потребуются исходники к данному видео, то вы найдете их по ссылке в моем телеграм-канале. Ссылка лежит в описании. Там будет ссылка на гитхаб. И в рамках этого видео мы рассмотрели довольно-таки много базовых концепций, которые есть в React. Я надеюсь, что вам стало чуть более понятно, как вообще эта технология работает. плюс в связке с TypeScript. Поэтому благодарю вас за внимание и увидимся.